Продолжение следует... Надо будет вырезать. Материться в эфире нехорошо. Расскажи немножко о себе. В 2008 году я закончил школу. Поступил в Питер. Приехал в Питер, но университет бросил. Поехал домой учиться верстать. Так как были друзья, знакомые, кто занимался программированием, научился верстать. Приехал в Питер на следующий год. Пришел в студию стажером. Это была компания SoftFacad. Дальше была компания Software Finance. Там уже в роли ведущего разработчика работал. Потом пришел в Одноклассники в 2014 году в октябре. Вуз так и не закончил? Нет. Как считаешь, современному разработчику вообще нужно вузовское образование? Тут важен больше интерес. Нужно делать то, что интересно. И мне кажется, если вы делаете то, что интересно, то можно и без высшего образования. У нас просто, мне кажется, это проблема с высшим образованием, что люди идут, потому что сказали, вот я родился, мне мама сказала, надо высшее образование. Ну окей, хорошо. Цель жизни пошел. И только когда поступил, как бы выдохнул, понял, что а где я? Ой, а что-то не то. Ой, нет, я хочу заниматься другим. Я поехал заниматься тем, чем я хочу. Ну и потихоньку, как бы сначала версточка, потом JavaScript, потом как бы работа уже с более сложными проектами. То есть вот до одноклассников я писал интернет-банкинг, то есть это и понимание предметной области небольшое, значит, это и понимание того, как оно все интегрируется. Ну и вот пришел в одноклассники. Одноклассники очень-очень-очень много дали. То есть до них я, например, не писал на строго типизированных языках вообще. Здесь Java, вот, ее много, и даже если ты пишешь фронт-энд, ее приходится строгать. Это многих пугает, но это реально очень крутой экспириенс. И здесь дают время на изучение этого всего. Вообще очень интересно. И удалось как бы экспертизу платежную притащить вместе с собой. То есть вот мы сделали переводы в одноклассниках между пользователями денежной поверх карты, карта, после чего и ВКонтакте их сделал, и сейчас, по-моему, почта их внедряет. Очень классный проект. Вот. А почему инверстка? Как ты выбрал для себя это направление? Начинать с UI-программирования достаточно интересно, потому что это может быть низкий порог вхождения и очень быстрый фидбэк. Вот. То есть что-то сделал, сразу увидел. И как бы, ну, это очень вдохновляет для продолжения. Потому что, чтобы оценить там красоту улучшения алгоритма там перестроения какого-то там красно-черного дерева, да. То есть тут уже надо как бы все-таки, ну, какой-то скилл думать. А когда ты там что-то вывел, увидел, значит, как оно заработало, сделал какую-то простую, там, не знаю, свою страничку или, может быть, попробовал написать первый скриптец, который решил твою реальную задачу, это совершенно другое. В самом случае, фронтенд это только верстка или это еще и JS? Это что, скрипт, конечно. Часто бывает, что эти люди разделены на два отдельных. И Java. Ну, да, это разумно. Это иногда разумно, иногда нет. Вот. У нас в Одноклассниках раньше было жесткое разделение, сейчас мы как фронтендеры и Java правим, ну, шаблонизаторы на Java. С точки зрения JavaScript, ну, как бы я с одной стороны понимаю, с другой стороны... То есть, да, можно отделить верстку и логику. То есть, вот, когда пишется какой-нибудь data layer, слой, который можно, как бы, между разными приложениями использовать. Но если ты пишешь какой-то качественный UI, где, там, важны графики, скорость, отзывчивость и все такое, свести так, ну, написать верстку так, чтобы она идеально легла под JavaScript без справок – нет. И вследствие, там, многих оптимизаций браузеров, там нужно делать много трюков, поэтому приходится. Ну, и, как бы, я вот, например, очень не люблю JavaScript-разработчиков, которые, там, приходят, типа, я, там, Angular, то-се, окей, а расскажи про верстку, расскажи, как, вот, там, верстка влияет на работу браузера, а они ее не верстают. Ну, как бы, делаешь UI – умей делать UI, потому что, ну, много очень нюансов там, вот, где можно именно версткой себе помогать, меньше считать JavaScript-ом, когда верстка. В старые времена считалось, что, как бы, ну, ты хороший верстальщик, если ты вообще не пишешь JavaScript, вот, ну, именно можешь решить свою задачу совершенно без JavaScript-а. И вот, если ты пишешь только на JavaScript, ты очень часто решаешь задачу только с JavaScript-ом, ну, типа, что тут пытаться, что-то считать, верстки как-то, там, флуатики какие-то не очень хорошо. Вот, и мне кажется, нужно уметь сочетать это нормально, чтобы был хороший UI. Какие у вас сейчас технологии на фронте? HTML у нас генерится в Java, собственный самописанный шаблонизатор, который, ну, в общем, про него лучше расскажут джависты. Ну, если просто, то вообще все одноклассники на продакшн-серверах, весь HTML сразу генерится в огромное статическое дерево, в которое потом, как бы, подставляются данные при запросе, и оно там выплевывает HTML, соответственно, рендеринг в основном серверный. На клиенте мобайла все самописанное. То есть мы пишем, ну, в принципе, у нас сайт должен базам функционалов вообще уметь работать без JavaScript, что, кстати, тоже как бы очень забавно, потому что нужно уметь проектировать, когда у тебя, как бы, оно работает все без JavaScript, потому что у нас большой еще процент оперы мини, и нужно уметь очень правильно JavaScript-ом это доулучшать. То есть, ну, вот самый простой пример есть, например, меню бургерное, стандартное. То есть оно, ну, у вас должна быть отдельная страница под него, в случае, когда у вас плохой браузер, но все-таки есть какой-то JS, оно должно уметь как бы просто открываться, в случае, если у вас браузер понормальнее, то оно должно уметь по свайпу открываться. Вот, то есть вот такие, опять же, это, наверное, называется как-нибудь сейчас очень модно маркетингово прогрессивное улучшение, но это здравый смысл. Вот, и поэтому JavaScript мы пишем только тот, который нужен, вплоть до того, что, например, если мы делаем какую-нибудь групповую статистику, где нужны там графики много, чтобы люди могли с мобайла смотреть, там, мы не берем какой-нибудь, не знаю, там, High Chars, который там, ну, просто вот основная библиотека, которую я смотрел, она занимает, по-моему, 70, ну, вот только она, висит 70% от всего JavaScript, который нужен мобайлу для работы. Прикольно, да? Вот, поэтому мы просто, например, пишем графики, которые нам нужны сами ручками. Да, это можно называть велосипедизмом, но как бы у нас все очень быстро работает, то есть к мобайлу по перформансу предъяв вообще никогда я не слышал. Что ты думаешь об этаптивной верстке? Я много лет назад читал статью, там человек очень хорошо сказал, что сейчас это называют graceful degradation, а мы называли это здравым смыслом. Вот, соответственно, адаптивная верстка, ну, это просто здравый смысл, да, нужно думать, когда ты верстаешь. Если ты делаешь моб, нужно понимать, что его могут открыть дисктопы и, возможно, там переделать лайаут на двухколоночное, еще что-то, да, то есть если вы понимаете, что ваш продукт, там, могут, ваш интерфейс могут растягивать на большие интерфейсы, он должен быть не тупо резиновым, а разумно резиновым, то есть, например, добавлять какой-то функционал и все такое. Человек, который учил меня программированию, он рассказывал об этом еще до того, как слово адаптивность стало так вот постоянно звучать. То же самое, что если вы делаете веб, вы должны продумать, что к вам могут зайти из мобайла, то есть, ну, хотя бы под iPad поддержать. Понятно, что могут быть нюансы, да, то есть вот в Одноклассниках эти нюансы очень хорошо чувствуются у нас, прости господи, у первой мини процентов 23 на мобайле, то есть она, кстати, в последних версиях там уже WebKit встроили, она почти как браузер теперь, вот, но старое тоже есть, и там, конечно, как бы методики с WebSGVT пошли бы не очень, но тем не менее мы вот от этой версии с Opera Mini можем, в принципе, да, вполне полноценного десктопного приложения потихоньку моб развернуть, да, то есть там меняются лояуты, что-то показывается, какие-то карточки там меняют вид, но это не потому, что мы угораем по слову адаптивности, потому что мы понимаем, что люди как бы растягивают, сейчас можно не только окно браузера открыть, можно открыть другую операционную систему в окне, и в ней тоже иметь окно, и все это торжественно растягивать, вот, поэтому пытаться делать из этого какой-то маркетинг, что у нас адаптивность TM и все такое, как бы, мне кажется, неправильно, мы просто делаем нормально, нормально будет. У нас есть вопрос от телезрителя, как принимаются новые методологии по проектам? Я вижу некоторые одинаковые модули УВК и ОК, там разный код или каким-то образом обмениваетесь? Значит, по поводу бэкэндовых модулей типа проверки, проверки уникальности видеопроверки, уникальности музыки, значит, может быть, каких-то алгоритмических частей. Ребята, насколько мне известно, немного общаются. Значит, по поводу прямого обмена кодом, у нас очень разные стеки. Они PHP, и они его очень сильно развивают, то есть они там над ним написали что-то, чтобы оно было немного ограниченное PHP, оно чуть не в плюсы или там, ну, то есть во что-то лютое компилилось, я плохо понимаю, у нас же Java, но Java там тоже хорошо затюненная, у нас работают очень интересные специалисты, типа Андрей Пангенак, кто до этого в Сане работал, он любит отправлять баги в новые компиляторы Java, вот, поэтому экспертиза по Java очень большая. И да, это вот очень забавный момент, типа, приду в одноклассники, возьму из него там какой-то кусочек кода, унесу его куда-то, или вот по поводу кражи кода, тоже очень всякие забавные смешные истории бывают в головах у людей, кто не понимает, как это работает. Просто стеки настолько разные, что переинтегрировать это дешевле, лучше написать. Поэтому идет обмен на уровне общих концепций, ну, или модулей, которых мы можем переиспользовать на уровне там третьих поставщиков, то есть когда мы что-то можем там что-то можем сделать со стороны, например, вот как построены переводы. Это очень интересный проект, где как бы, ну, по моему мнению, значит, ВКонтакт хорошо стартовал на том, что мы предварительно протестили и сделали. Вот я могу подробнее рассказать про денежные переводы, как они устроены и почему они легко переиспользовались, в отличие от, не знаю, куска какой-нибудь базы данных или еще чего-то. Да, было бы интересно посмотреть на такую систему. Ну, это, наверное, лучше на доске, потому что это надо рисовать. Хотелось бы рассказать о том, как устроены переводы и где вот как раз мы с ВКонтактом реиспользуем что-то вместе. Допустим, мы имеем социальную сеть какую-нибудь, самую замечательную на свете. Вот, мы хотим там от пользователя А, значит, сделать какой-то перевод пользователю Б, денежные. Значит, как это проще всего сделать? Проще всего, ну, и понятно, что у нас пользователи сколько-то платят, да, то есть их очень… Ну, у нас много платных сервисов, которые пользователи используют. Вот, соответственно, механизм платежей через карточки продуман, у нас есть куча карточек. Вот, эти карточки, очень много людей спрашивают, а как вы их храните, там, я боюсь привязать карты в социальные сети. Товарищи, если бы мы хранили их не секьюрно, то настолько социально значимые проекты за это бы очень плохо с ними поступили. При обработке любых карточных данных есть некоторые специальные сертификации, которые проходят у визы и мастер-карда, значит, которые позволяют вам это делать. Соответственно, здесь нам помогает наш самый, ну, окей, ладно, мой самый любимый бизнес-юнит Мэйва, помимо одноклассников, это деньги Мэйв.ру. Мы зовем их ДМР. Вот эти ребята, они как раз хранят в себе карточки и умеют, значит, и умеют с этими карточками что-то делать. Ну, то есть, там, оплатить с них еще что-то во внешние системы. Как у нас устроены переводы? Вот если вы просто хотите перевести по карточке, да, как это обычно бывает, скинь мне денег там, и вы отправляете свой 16-значный номер или 20-значный номер карты, что как бы очень удобно вводить, бывает, да. Вот, плюс, если что, это не секьюрно, потому что если вы отправляете его в комнате WhatsApp, который, например, раньше не шифровался, у вас в аэропорту могут красть данные карточки, ну и так далее. В общем, это очень не здорово. Ну, и человек, зная номер вашей карточки, может, на самом деле, натворить всяких делов. Спросите когда-нибудь об этом ДМР. Вот. Соответственно, как происходит в одноклассниках? Вы переводите человеку, вот, то есть, вы выбираете конкретного человека, говорит, и вам говорят, ну, с какой карты вы хотите подключить. То есть, открывается платежный интерфейс, в котором вы можете ввести какую-то карту. Значит, дальше, собственно, вот этот вот карты, это ДМР. Значит, вы здесь вводите, что-то у нас, ну, ДМР проходит, он сам берет, отправляет нам, для переводов помогает банк, ВТБ, ВТБ, за что им огромное спасибо, любим, ценим. Вот. Значит, ВТБ в себе сохраняет этот перевод, а человеку Б приходит, приходит просто типа нотификашка, типа вам пришел перевод. Значит, нотификация перевода. Вот, и он уже, значит, у себя поднимает снова нашу платежку, в которой тоже открывается карточная форма ДМР, значит, где он может вбить свою карту, перевод хранится в течение трех дней. Значит, он вбивает свою карту, ему на карту зачисляется. Вследствие этого у вас получается, что данные карты между пользователями не шарятся, вы переводите как человеку, как вам удобнее, он это получает. Все процессится в безопасной зоне с помощью ДМР и ВТБ. Вот. Что касается одноклассников, это так. И мы переводы сделали сначала, ну, как бы первая социальная сеть в России, которая сделала переводы, это были одноклассники. В общем, оно у нас как-то полетело, работает, пользуйтесь на здоровье. Сейчас можно переводить пользователям и группам, и можно выставлять счет. Сказать, типа, заплати мне столько-то, например, если вы с кем-то сходили в бар. Вот. Причем здесь ВКонтакте. ВК. Значит, у ребят тоже есть пользователи А и В. У них другие. Они тоже хотят так же переводить. И вот они у себя так же используют вот этот механизм с ДМРом, то есть какое-то что-то свое, там, в платежке или в месседжинге они делают. Значит, тут тоже, как бы, карта с платежкой или месседжером, и вот они стыкуются с этим же ДМРом. То есть вот то, что мы проработали с ДМРом стыковку, точнее, в основном, ДМР с нами проработал, за что им большое спасибо. А вот, значит, мы стыканулись с ними, протестили все вот это, значит, получили там, ну, на самом деле здесь еще где-то там есть Виза и Мастеркард. Мастеркард я напишу, потому что мы с ними лучше сотрудничали. Больше, значит, вот то, что мы оттестили вот эту систему, ВКонтакте смог ее переиспользовать. И вот как раз именно на уровне таких переиспользований как бы в Mail.ru, да, стараются обмениваться. В частности, через ДМР процессится огромное количество платежей. По-моему, вообще все проекты, в которых вы за что-либо платите и используете карточки, это происходит в ДМР. И опять же, потому что, ну, от того, что эти карточки хранит ДМР, вы можете спокойно привязывать эти ваши карточки в любых сервисах Mail.ru, потому что, ну, они сертифицированы, они являются НКО, вы можете проверить всю эту информацию и перестать порановать. Были в твоей работе какие-нибудь интересные внештатные ситуации? Да, пожалуй, одна из самых интересных была этим летом. Я переписывал интеграцию, именно на фронтенде интеграцию с системой, через которую у нас проходят карточные платежи. Вот, там был до этого прямой редирект к ним, а мы хотели, ну, там, встроить их iFrame и улучшить много всего. Вот, соответственно, это был очень, как бы, это долго писалось, ну, вследствие некоторых инфраструктурных проблем. Мы боялись это запускать очень долго, потому что, опять же, Opera Mini и все такое. Вот, но эксперимент был важен. Вот, собственно, я все сделал, запустил в production. Мы все фичи включаем по включалкам, причем они у нас есть хоть на одного пользователя, на группу пользователей, на конкретный девайс можно включить, ну, там, не знаю, включить только на iOS, только еще куда-то. Вот, значит, там просто включить, не включить. Значит, и, соответственно, мы включаем на одну партицию, это, точнее, на одну четверть, сорян, на одну четверть портала, значит, и у меня вот на втором мониторе открыты графики, где, как бы, собственно, оплаты. Вот, оплаты по платформам. И до этого по Opera Mini было очень много оплат. Ну, вот, это казалось чем-то странным. Вот, значит, и мы запускаем, и Opera Mini просто, как бы, начинает хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, смотрю там, ага, вот уже минус моя зарплата там, ну, как бы, уже начинаешь считать в рамках своих зарплат. Резко откатываем, начинаем разбираться. В результате оказалось некорректный сбор статистики, вот. Пришлось его, ну, как бы, его починить, но это очень удобно, починить статистику перед собственным запуском, вот. Но, тем не менее, отдельно починили статистику, посмотрели, как, чего. Opera в результате упала почти в нули по оплате, ну, то есть, так сказать, на полк новогоднего корпоратива она собирает, может быть. Вот, вследствие чего можно было раскатать фичу. Ну, вот, сам момент, когда ты, как бы, что-то включаешь, значит, вы сидите там, менеджер, тестировщик, заинтересованные люди, значит, смотрите и видишь, как вот начинает там падать прямой поступок, график прямого поступления денег. Это очень, это очень забавно. Что будет трендом в IT через 10 лет? Я очень сильно надеюсь на криптовалюты и очень сильно надеюсь на развитие, развитие искусственного интеллекта, но не как принято это в сферическом вакууме. Я надеюсь, что наконец-то научимся работать с большими данными все. Потому что вот элементарная вещь, я сейчас не знаю приложение, которое может мне порекомендовать, на какой концерт мне пойти. Вот. Основываясь на том, что действительно у меня происходит. То есть, что я слушаю в iPod, что я слушаю вне iPod, что я лайкаю, какие группы. То есть, я вижу там подвижки у Facebook, в эту сторону вижу подвижки у нас. То есть, Facebook начинает из лайков выделять, ну, то есть, он понимает, когда я залайкал все-таки музыканта какого-то, и он пытается мне складывать их безапелляционно в мою любимую музыку. Вот. И это очень важно. То есть, я за честный анонимный анализ, я не против, если анонимно будут анализировать все тексты моей переписки, выявляют для меня действительно важные вещи, я рекомендую мне действительно важные концерты, музыку, какую-то рекламу. То есть, у меня есть прямые кейсы, когда я покупал какую-нибудь приличную книжку, которая обычно выходит там тиражом в тысячу в три из контекстной рекламы Озона, потому что я до этого там гуглил. И я был реально рад, я ее сразу же купил, когда увидел там. То есть, я очень надеюсь на улучшение рекламы, рекламы, на ее разум какой-то, на улучшение рекомендаций. Потому что, мне кажется, вот такие улучшенные рекомендации, это просто мультивин для всех. К сожалению, очень многие люди со мной не согласны. Ну, в рамках там анализа вашей почты и прочих вещей. Вот. Ну да, надо продумывать системы, чтобы этим не могли пользоваться, а для манипуляций. Это, конечно, непросто. Может быть, у тебя есть вопрос какой-нибудь нашим зрителям? Вопрос к зрителям? Ну, скиньте картину какого-нибудь, ну, более-менее известного или, может быть, даже неизвестного художника, который уже работает в стиле от начала импрессионистического, то есть импрессионизм, постимпрессионизм, ну, и вот все, что, в общем, более-менее современное искусство, начиная с середины 19 века, вот, которое характеризовало бы разработку стартапа. Вот. То есть все любят мемасики, там лепить, как там, ну, фотографии людей, делающих дорогу или еще что-то, но, мне кажется, искусство очень, ну, очень мимо мемасиков остается, а зря, потому что если посмотреть на какой-нибудь дадаизм или что-то такое, то там оно прям все про мемасики. Вот выберите что-нибудь действительно классное. И что будет подарком за лучший ответ? Подарком за лучший ответ будет моднейшая кружка одноклассников, термокружка, она прорезинена, она с логотипом, вы можете прятать ее от своих друзей-хипстеров, которые считают, что с одноклассниками что-то не то. Вот. Например, взяв ее так. Ну, а сами радуются тому, что получили брендированный гифт. Вот. Одноклассники про подарочки, мы очень любим подарочки. Вот вам подарочек, очень хороший. Такие есть только у наших сотрудников. Спасибо. И небольшой блиц в конце. Какая операционная система лучше? Макуюсь. В какой идее разрабатываешь? IntelliJ IDEA. Последнее приложение, сайт, стартап, которые тебя впечатлили? Вот буквально на днях начал пользоваться Apple Pay. Я просто приблизительно представляю, что как. Ну, это круто. Что бы ты для себя выбрал, стартап или крупная компания? Мне кажется, надо и то, и то обязательно. Я был в стартапе, сейчас в крупной компании. Это очень важно, потому что в крупную компанию можно принести бонусы из стартапа, в стартап можно принести бонусы из крупной компании. Ну, то есть... Сколько денег хранишь в криптовалюте? Ноль. Почему? Ну, скажем так, я поздно понял. Вот это первое. Второе, я там не готов сейчас вкладывать себе биткоин конкретно. И как-то исследовать. То есть оно мне нравится как идея. А на что тебе не хватает денег? Ну, кроме биткоинов, конечно. Ну, я не могу пойти из зарплаты купить себе дом. Ну, мне кажется, это грустно. Наверное. С нами был Дмитрий Махнёв, фронтенд-разработчик мобильной версии Одноклассников. Ставьте классы, подписывайтесь на наш канал. До встречи!